Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтири царя Давида. Помяни Господи царя Давида и всю крутость его. Сегодня мы будем читать Псалом 44, который имеет надписание начальнику хора на музыкальном орудии Шошан. Шошаним означает лилии. Те самые красивые лилии, о которых Христос говорит, что Соломон во всей славе не одевался так, как каждый из них. Надписание в синодальном переводе начальнику хора на музыкальном орудии Шошан учение сынов Кореевых «Песнь любви». Считается, что это любовь, которую испытывает Бог Отец к Богу Сыну. И в септуагенте надписание этого псалма, а по септуагенте дается надписание и церковно-славянского варианта, в конец, то есть здесь содержится пророчество, об имеющих измениться по согласному изъяснению святителя Афанасия, Василия Великого, Блаженного Феодорита, святителя Григория Нискова и Зигабена. Здесь подразумеваются существующие люди, подлежащие изменению с пришествием Христа. То есть речь идет о членах новозаветной церкви, церкви Христовой, имеющих отстать от греха и сделаться добродетельными. В конец, об имеющих измениться сынам Кореевым, то есть к ним как бы адресован псалом, в научение «Песнь о возлюбленном». И по изъяснению и толкованием святителя Афанасия, Василия Великого, Блаженного Феодорита, святителя Кирилла Александрийского, Григория Нискова, разумеется, Христос – Бог. И это песнь как бы от лица Бога Отца, который изливает любовь на своего возлюбленного единородного сына. И второй стих. «Излило сердце мое доброе слово, изрекаю я, сделанное мною». «Сделанное мною». То есть имеется в виду как бы некий труд, особенно ученый, и его посвящение кому-либо близко как бы подходит к настоящему месту. То есть я посвящаю песнопение мое царю. Вот такое объяснение дает Павел Юнгеров. «Излило сердце мое доброе слово, изрекаю я, сделанное мною царю, язык мой, трость книжника-скорописца». То есть здесь как бы вот представляется тот, кто пишет этот псалом. И Феодорит Кирский такое объяснение дает. «Благодать Святаго Духа, подобно скорописцу, пишет моей рукою и движет моим языком». То есть человек, сочинивший этот псалом, был движим Духом Святым. Ну, как и сказано в Писании, «Никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их Мужи Божии, будучи движимы Духом Святым». И сам псалом. «Прекраснейший из сынов человеческих, благодать и злилость из уст твоих, посему благословил тебя Бог вовеки». Прекраснейший из сынов человеческих – это, конечно, Господь наш Иисус Христос, который часто называет себя именно этими словами, то есть сыном человеческим, как бы отсылая нас к этому псалму. «Припаяшься мечом твоим по бедру твоему сильный, красотою твоею и добротою твоею, и напрягись, и поспеши, и царствуй ради истины, и кротости, и правды, и поведет тебя дивно десница твоя». Вот здесь мы видим, что припоясанный мечом, как бы воин, мы видим Христа таким в апокалипсисе, когда он на белом коне нисходит в этот мир, во всеоружии Божьем, и убивает антихриста дыханием уст своих. А здесь вот очень интересный момент. С одной стороны, мы видим Христа как воина, припоясанного мечом, но в то же время сказано, что свой подвиг он совершает ради крутости и правды. А разве можно воинствовать во имя крутости? Имеется в виду та крутость, о которой сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Христос, который будет противостоять антихристу, именно силой крутости своей, он сокрушит его власть. Потому что в Боге крутость, правда, справедливость – это и сила, и могущество. Стрелы твои изощрены, сильный народ, народы пред тобой упадут, они в сердце врагов царя. Вот здесь некая такая как бы сложность. Василий Великий пишет, и Златоуст пишет, «Сила Христа сама достаточна к совершению его великого дела». Стрелы так понимает блаженный Феодорит, Василий Великий, Иоанн Златоуст и другие. Это проявление как бы точного исполнения замысла Божия. То есть это действие Христа как царя царей и как победителя в его втором пришествии. Вот если в первом пришествии он приходит не судить мир, а спасать мир, миловать, то в втором пришествии он придет как тот, который сокрушает злобу дьявола и его сына Антихриста. «Престол Твой Божий во век века, жезл правоты, жезл царства Твоего, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал Тебя Божие, Бог Твой, елеем радости более участников Твоих». Вот здесь мы видим указания на Бога Отца и Бога Сына. «Посему помазал Тебя Божие», то есть это обращение ко Христу, называется Богом, «Бог Твой», то есть Бог Отец, «елеем радости более участников Твоих». Апостол Павел прилагает эти слова к Иисусу Христу и его царствованию. Это послание к евреям, первая глава, 8 и 9 стих. 8 и 9 стих. То есть пророчество из этого псалма, 7 и 8 стиха, Павел в послании к евреям строго прилагает ко Христу. И далее мы читаем «Смирно и алой, и кассия от одежд Твоих». Вот «кассия» имеется в виду благовонные масти и как бы духи в понимании людей того времени имеются в виду благоухание праведности Христовой. Есть такое словосочетание в Писании «от одежд Твоих», то есть издается благовоние от одежд Господа. А что такое «одежда Господа»? Одежда Господа — это святые. Так объясняют святые отцы, когда истолковывают преображение Христа на горе Фавор, когда говорится о том, что просияло его лице и одежды его просияли. То есть благовоние распространяется Христовой праведности от самого Христа и от его святых, которые называются одеждами. От одежд Твоих из чертогов, сделанных из слоновой кости. Почему-то обращение к слоновой кости здесь имеется в виду, что слоновая кость, она славится своей белизною. Белизною и отсутствием каких-либо зазоров, как и жизнь святых. Это светлые люди без всяких там нравственных моральных трещин, зазоров. От одежд Твоих из чертогов, сделанных из слоновой кости, и возвеселяют Тебя. Действительно, то есть хвалебные Богу песнопения будут раздаваться на всей земле и из всех чертогов. Вот такое объяснение предлагает нам Феодорит Кирский. И далее дочери царей в почете у Тебя. Дочери царей это как бы разные народы, племена, царства. Предстала царица одеснуя Тебе в одежде расшитой золотом приукрашенная. Вот царица, которая предстала одеснуя Тебе в одежде расшитой золотом и приукрашенная, это с одной стороны образ церкви по отношению к народам мира, но это и образ Девы Марии. На проскомидии, когда мы вынимаем частичку в честь Божьей Матери, мы как раз читаем эти слова, предстала царица одеснуя Тебе в одежде расшитой золотом и приукрашена. По-славянски это звучит предстала царица одеснуя Тебе в ризах позлощенных одеяна приспещрена. Слушай, черь, и смотри, и преклони ухо Твое, и забудь народ Твой и дом отца Твоего. О чем это? Это о том, что когда человек вступает в церковь, он забывает свою прежнюю жизнь, наставление отцов по плоти, которые были язычниками и не знали Бога и Христа, Сына Божия. «Ибо желает царь красоты Твоей». То есть, если церковь окончательно порвет своим прошлым, то есть, приходя в церковь, человек крестится, а вот момент погружения в воду — это как бы момент погребения. И вот трижды погруженный в воду — это как бы трижды умерший для прежней жизни во имя отца, во имя сына, во имя Духа Святаго. И трижды вынутые из воды — это трижды воскресшие во имя отца, во имя сына, во имя Духа Святаго. То есть, Христос царь выжилает невесту тогда, когда она разорвет отношения со своим прошлым, забудет народ свой, который был, имеется в виду народ греха, среди которого обитала некогда эта невеста Христова, а потом она изменила свое отношение к этому миру. «И выжилает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и поклонишься ему, и дочь Тира с дарами, и богатые из народа будут умолять лице твое». «Вся слово черри царя внутри ее». «Вся слава черри царя внутри ее». «То есть особенно цены для царя ее нравственные качества смирения, благочестия, а не внешний блеск ее одежды». То есть ценность это не то, что снаружи, а то, что внутри, как и Христос говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть». И то, что дочь Тира с дарами придет, и богатые из народа будут умолять лице твое, это обращение язычников ко Христу и к церкви. «Приведутся к царю Девы во след ее». То есть народы становятся служанками в церкви, во след ее церкви. Иногда этот текст истолковывается так. Значит, «Она» — это церковь, церковь — это столб утверждения истины, то есть божественное откровение, а Девы, которые служанки во след ее идут, это научные познания, разные науки. Так вот, науки по отношению к откровению являются служанками, а не наоборот. Не откровение плетется за светская наука, а светская наука за откровение. Как служанки идут за царицей. Вот такое есть интересное схоластическое истолкование. «Приведутся к царю Девы, во след ее, то есть церкви, ближние ее приведутся к тебе». То есть те, кто близки к церкви, они близки и к Богу, как Киприан Карфагенский говорил, кому церковь не мать, тому Бог не отец. «Приведутся с весельем и радостью приведутся в чертоге царя». Почему с весельем и с радостью? Потому что об одном кающемся грешнике ангелы на небесах радуются более чем о 99 праведных. «Вместо отцов твоих были сыновья твои», то есть не расстраивайся, что отцы скончались как бы в нечестие, вот в сыновьях своих имей продолжение своей веры. «Ты поставишь их князьями по всей земле». То есть они будут совершать служение и здесь опять эта тема церкви перекликается с темой Божьей Матери, потому что народы почитают Деву Марию и племена преклоняются перед ее святостью. «Буду вспоминать имя твое», то есть имя Божие, в рот и рот, посему народы будут славить тебя вовек и век века». То есть здесь вот такой таинственный образ, точнее каскад образов перед нашим сознанием, сознанием и диалог отца с сыном, и диалог Христа с церковью, и явление Девы Марии, это двойственный образ, и Дева Мария Дева, и церковь Дева сохраняет верность Христу. А если собрание верующих не сохраняет верность Христу, то это вавилонская блудница, а блудница это та, которая изменила своему жену и впала в состояние блуда, прелюбодейного блуда. Таким образом, в этом псалме содержится призыв к тому, чтобы церковь всегда сохраняла целомудрие веры. И каждый из нас в отдельности должен сохранять целомудрие веры, и насколько нам это удастся, настолько мы будем ближе к нашему Богу, о котором в Писании говорится, что Бог ревнив, в том смысле, что Господь ревностно наблюдает за нами, чтобы никакого чуждого служения мы не совершали бред его лицом. Редактор субтитров